гречка это одна из самых популярных круп многие слышали о ней неоднократно но не все могут назвать полезные и вредные свойства этой ароматной крупы которая так красиво цветет виде белых и розовых соцветий середине лета после цветения на растение появляется маленькие светлые зеленые семена которые полностью созревают ближе к осени гречиха родом из северной индии там ее называют черный рис с 15 века до нашей эры это крупяное растение появилось в китае и в японии а несколько позже в восточных странах и в европе у нас в россии гречка также пользуется большим спросом что неудивительно ведь эта крупа содержит много полезных веществ необходимых для нашего организма а именно витамины группы b b1 b6 b9 а также никотиновая кислота и жирорастворимый витамин е при дефиците последнего возникают проблемы с кожей волосами и ногтями эти витамины необходимы для нормальной работы нервной системы беременным для полноценного развития плода а также для профилактики различных дефицитов ведь в этот период женщине необходимо витаминов и микроэлементов вдвое больше гречная крупа содержит кальций и фосфор необходимы для костей и зубов железо для выработки гемоглобина и другие микроэлементы например йод и цинк необходимые для волос и ногтей в цветущей части гречихи содержатся рутин и фагоперин которые присутствуют и в зеленой необжаренной крупе также в зернах этого растения содержатся кофейная и хлорогеновой кислоты необходимы для нашего организма семенах гречки много белка и растительных жиров все эти вещества делают гречную крупу весьма полезны из всех представителей круп положительное влияние гречки на организм предотвращает развитие злокачественной опухоли исследователи многократно убеждались в том что волокна многих круп являются антиоксидантами это вещества которые защищают клетки от окислений и предотвращают мутацию днк анти канцерогенный эффект был особенно заметен среди женщин которые ежедневно включали в свой рацион гречневую кашу риск заболеть раком молочной железы у них снился на 50 процентов по этой же причине гречка профилактирует развитие рака толстого кишечника кроме этого крупа богата клетчаткой которые нормализуют работу кишечника очищает его выводят вредные вещества и радикалы которые вредны для всего организма так как повреждают здоровые клетки гречка диетический и не калорийный продукт она настоящий поможет желающим сбросить лишние килограммы ведь всего в одном стакане крупы содержится пятая часть суточной нормы клетчатки профилактика заболеваний сердца и сосудов гречневая крупа кладезь полезных микроэлементов к таким относятся флавоноиды эти вещества являются антиоксидантами и защищают клетки от гибели а также они дополняют функции витамина c рутин укрепляет стенки сосудов и снижает уровень плохого холестерина в итоге снижается риск развития таких заболеваний как инфаркт миокарда и стенокардия или по простому грудная жаба рутин извлекают из листьев гречихи и добавляют в препараты снижающие артериальное давление этот элемент обладает сосудорасширяющими свойствами тем самым снижает периферическое давление в сосудах положительное влияние гречневой крупы при сахарном диабете гречка относится к тем продуктам которые разрешены для употребления больным сахарным диабетом мало того медики рекомендуют ее к употреблению крупа обладает удивительными способностями снижать уровень сахара в крови через один-два часа после употребления причем уровень глюкозы при этом не скачет а плавно приходит к норме своим таким эффектом крупа обязана хиро изонитолу его еще называют витамином b8 это вещество подобно гормону инсулину помогает сделать клетки восприимчивее к его воздействию поэтому гречка крайне полезно больным диабетом первого типа гречневая крупа является источником магния входящим в состав пищеварительных ферментов достаточное количество магния снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа клетчатка попадая в кишечник под воздействием воды растительные волокна разбухают и транзитом проходят через него попутно вычищая кишечник как посудомоечный ёршик предотвращая запоры и нормализую стул по сути это является профилактикой рака прямой кишки существует такой синдром раздраженный кишечник так вот вареная гречневая крупа успокаивает раздраженный кишечник это явление проявляется жидким стулом или наоборот запорами а также вздутием и болями в животе при этом органической патологии не обнаруживается гречка повышает иммунитет полезные вещества содержащиеся в гречневой крупе позволяют повысить защиту организма вирусов и микробов к ним относятся витамин c и е они дополняют работу глупаноидов и растительных антиоксидантов гречневая каша помогает сбросить лишний вес существует множество диет с одной лишь гречневой кашей и это неудивительно потому что крупа гречихи содержит все необходимые для человеческого организма витамины и микроэлементы лизин очень питательное вещество дающее чувство насыщенности на достаточно продолжительное время чтобы не обращать свое настроение из-за чувство голода при этом оно не калорийное и это позволяет худеть без вреда для организма врачи утверждают что за счет белка содержащегося в крупе организм не теряет мышечной массы когда худеет а наоборот повышает свою активность поэтому гречку рекомендуют не только желающим сбросить лишний вес но и спортсменам польза для желчного пузыря гречка нормализует секрецию желчи за счет того что кретчатка способствует достаточному ее поступлению в кишечник и тщательному перевариванию жирной пищи она не дает застаиваться желчи желчном пузыре что обычно приводит формированию желчных камней при этом она не провоцирует дополнительное выделение желчи предотвращает обострение бронхиальной астмы это хроническое заболевание легких связанные со спазмами бронхов в ответ на внешний раздражитель в крупе содержится много магния и витамины е которые компенсируют их дефицит в организме ученые доказали что дети не получающие достаточное количество этих витаминов имеют высокий риск заболеть бронхиальной астмой ведь эти витамины оказывают противовоспалительный эффект гречка укрепляет кости для для костной ткани гречная крупа также является полезной в ней содержится цинк и селен которые участвуют в формировании костей пожилым людям особенно важно есть гречную кашу чтобы предотвратить возрастные разрушения костей кроме того селен оказывает положительное влияние на состояние ногтей и зубов предотвращает анемию высокое содержание железа в гречной крупе позволяет повысить гемоглобин и ретроцитов крови что особенно актуально для женщин ведь именно они в отличие от мужчин страдают этим недугом оно проявляется вялостью слабостью бледностью кожи выпадением волос и ломкостью ногтей потребность железе особенно высока у беременных женщин детей и спортсменов так что помните об этом вот мы и дошли до вреда гречной крупы как и любой другой продукт не стоит излишне налегать на гречку нельзя поедать ее в большом количестве тем кто склонен к запорам и хотя ранее было сказано что именно от запоров она и помогает но круто сваренная крупа в большом количестве может спровоцировать сдутие живота и запор нужно ограничить ее употребление людям с болезнями почек не стоит питаться только одной гречкой более недели это касается для тех кто хочет похудеть производство и обработка гречной крупы это сложный процесс и нарушение хотя бы одного из этапов может привести к негативным последствиям к примеру был случай когда в крупу попала металлическая пыль разглядеть ее было невозможно и смывалась она с крупы с трудом поэтому выбирайте только надежных производителей некоторые исследования доказали что чрезмерное употребление гречки может быть причиной возникновения остеопороза это связано с подавлением всасывания кальция из кишечника но повторяю это только при избытке употребления гречки гречневая каша с молоком является неудачным сочетанием дело в том что железо из гречки мешает кальцию из молока усваиваться нашим организмом а фермент гречной крупы не подходит для расщепления белков содержащихся в молоке это проявляется сдутием и болями в животе но несмотря на это не стоит отказываться от этого продукта особенно в период эпидемии ведь при правильном его употреблении вы получаете целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов особенно если это будет зеленая и жареная гречная крупа поделитесь с роликом с родными и близкими которые наверняка уже успели запастись десятками килограммами гречной крупы